Глава района продолжает рабочие встречи с руководителями предприятий, а также коллективами организаций различных сфер муниципалитета. На днях Роман Сенеговский вместе со своими заместителями посетил кадетские и казачьи классы общеобразовательных учреждений. Он побывал в 5, 16 и 21 школе, пообщался с руководителями и учителями школ, а также обсудил существующие проблемы и пути их решения. В первую очередь Роман Сенеговский посетил детский и юношеский центр «Кадетское братство», расположенный на базе школы номер 5. В этом учреждении дети обучаются по своей определенной программе. После основных уроков для школьников проводят дополнительное обучение, направленное на развитие духовных и нравственных качеств юных славянцев с опорой на казачьи традиции. По словам руководителя школы Вячеслава Геловяна, чтобы получить кадетское образование, нужно изучить ряд предметов – историю Кубани, кубанское казачество, основы православной культуры, военной подготовки. Но несмотря на хорошее качество обучения, в школе все-таки есть проблемы. Из-за необходимости капитального ремонта ТИР на базе 5-й школы Роспотребнадзор не допускает к эксплуатации. После осмотра помещения Роман Синеговский дал поручение начальнику управления образования Виталию Титаренко совместно с соответственными службами заняться решением этого вопроса. Как рассказал нашей съемочной группе Виталий Иванович, в ближайшее время ремонтные работы в ТИРе будут проведены, после чего он будет введен в эксплуатацию. Следующий этап маршрута главы района – школа номер 16. Здесь Роман Синеговский осмотрел кабинет и пообщался с директором школы Татьяной Городничей. Она рассказала, как проходит занятие у детей, обучающихся в этих классах. Учатся дети у нас в первую смену учебная их нагрузка и немножко они захватывают. Вот второй смен, где-то часов до полу, до полу третьего. Казачий класс, который занимается первой сменой, чуть-чуть задерживается в школе в определенные дни. Всего в 16-й школе обучается почти тысяча школьников. Из них 300 детей учатся в классах с казачьим уклоном. Как признается директор школы, с каждым годом это число растет. Ведь казачье воспитание не только дисциплинирует, но и повышает успеваемость детей. По словам Романа Синеговского, нужно развивать это важное учебное и воспитательное направление. Тина Копачевская, Георгий Калинин, программа «События».